Совет молодежи Тольятти Азота подвел итоги работы за год. С ежегодным отчетом о деятельности молодежной организации выступила его председатель Евгения Суходеева. Она подробно остановилась на показателях по количеству мероприятий разных направлений. Планы молодежки активно вмешивается пандемия, в связи с чем некоторые события были отменены или перешли в формат онлайн. Евгения Суходеева подвела итоги рейтинга активности членов Совета молодежи, в который сегодня входят 196 человек. Минувший год запомнился победами. Трое ребят заняли первое место в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер», а 14 волонтеров получили памятный знак губернатора за служение людям. Председатель Совета молодежи поделилась планами. После долгого перерыва в жизнь предприятия вернутся конкурсы профессионального мастерства, велопробег, турнир по карпфишингу и полюбившийся многим семейный спортивный праздник «Мама-папа-я» – спортивная семья. В условиях пандемии потребности запроса несколько изменились. На первый план у нас выходит социальное направление – это волонтерство, различные волонтерские проекты, поэтому активно развиваем это направление. Также в настоящий момент мы начинаем работу по разработке молодежной политики на 2022-2025 годы. Будем ориентироваться на потребности компании, на те бизнес-цели и задачи, которые поставлены, и привлекать их к этим проектам молодежь. На отчетной конференции присутствовали представители руководства, администрации и профсоюзного комитета «Тольятти Азота». Участники собрания обсудили вопрос о доплатах работникам неосновных специальностей, а также об отсутствии программы развития обучения персонала. Говорили о повышении профессиональных статусов, новом коллективном договоре и предусмотренном в нем льготах для молодых сотрудников. Я жду от Совета молодежи еще большей активности, большего погружения в наши проблемные вопросы. Не поверхностно где-то там порхать, а помогать нам выискивать глубинные причины каких-то несоответствий. Для этого мы и прозвучало сегодня, чтобы больше давали предложения по совершенствованию производственной деятельности, совершенствованию процессов, совершенствованию социальной обстановки. Молодежь предприятия с готовностью откликается на предложение принять участие в заводских и городских мероприятиях, поддерживая это волонтерское движение. В связи с недавними пожарами в Тольяттинском лесу молодежь патрулирует лесной массив. Приходим на точку, которая определена администрацией. Нам объясняют, что мы должны делать, как мы должны объяснять людей, консультировать. Мы расходимся по лесу, нам дают определенные точки. Мы ходим там, смотрим, чтобы не было никаких нарушений. Если мы видим человека, мы его предупреждаем, что опасная обстановка пожарная, пятый класс опасности. Совет молодежи мне в первую очередь дает общение с молодыми ребятами, работающими на нашем предприятии, новые знакомства. Я узнаю вообще много нового интересного и о заводе, и о городе нашем, Тольятти. Допустим, если даже взять последнюю у нас была волонтерская акция, это патрулирование лесов после пожара. Например, я никогда не подозревал, что у нас есть в Консомольском районе такое место под названием Билищий городок. На отчетной конференции Совета молодежи обсудили также вопросы благоустройства дома на улице Новопромышленной, напомнили о льготной ипотеке членам Совета молодежи в Тольятти-Химбанке, а также сообщили, что в скором времени в учебном центре планируют возобновить велком-тренинги. Совет молодежи продолжает свою работу во всех сферах жизни завода – интеллектуальной, спортивной и социальной. Субтитры создавал DimaTorzok